Привет! Хотел бы такую дискуссию развести. В общем, разговорились про флаг, и вот у меня такой вопрос. А зачем везде флаги вешают? Я не понимаю смысл в данный момент флагов. Раньше, например, когда только государства образовывались, ну, понятно было, там, границу прочертили, повесили флаг, это вот обозначение, что вот с этой стороны там одно государство, с этой стороны другое, все висят флаги. Это как бы обозначение там государства, народа, какой-то принадлежности. Это все понятно. Но сейчас 21 век, границы уже более-менее установились, да? То есть, ну, давайте, например, даже не будем сейчас идти там в Европу или там в Россию, вот в Америке, например. Сверху Канада, снизу Мексика, Америка. Все, граница установлена, все все знают, все все понимают. Вопрос, зачем нужен флаг? Или, например, собираются какие-то делегации и висят флаги людей, ну, то есть, флаги государств, с которых приехали люди. Хорошо, а если вы флаги не повесите, то вы как бы не будете знать, да, с кем у вас делегация, с кем вы ведете сейчас переговоры. Или, например, там, вот я учился в университете, тоже висели флаги всех стран, из которых принимали студентов или которые студенты там учились. Зачем? Ну, как бы я не понимаю смысла. То есть, окей, я увидел флаг Нигерии там, или я увидел флаг Канады. Ну, кстати, флаг Канады, например, вот визуальный американский флаг, мне вот визуально нравится. Вот как по дизайну просто, ну, прикольный, да, но не более. И вот я говорю, смысл? Вот тут вот как говорят, ну, надо там вот патриотизм развивать. Я не против патриотизма, я не против патриотизма. Или, например, еще вот второй гимн. Вот у каждой страны есть гимн. В общем, на мой взгляд, все гимны всех стран, это, ну, не сильно приятная песня. Вот вы мне скажите, вот гимн вашей страны вы слушаете у себя на дне рождения или на Новый год, или просто вот вы включаете и слушаете, или вы слушаете гимн у себя в машине. Так, например, раз там слушают, так, так, какую бы песню... А вот давай я гимн послушаю. Нет, ну почему-то, когда, например, какие-то там спортивные события или еще что-то, раз там включают гимн, руку прикладывают, или, например, президент приехал в одну страну и начинают играть гимн этой страны. Смысл? И потом опять, что значит гимн этой страны? Какая-то группа людей утвердила какую-то дебильную песню, на мой взгляд, ну, с точки зрения музыки, по крайней мере. Вот. Я вот помню в Советском Союзе, да, там, тетрадки, когда учился, там, в первом, втором, третьем классе, тетрадки еще были напечатаны при Советском Союзе, госзнак, туда-сюда, сзади гимн был написан, когда училку неохота было слушать. Я помню, меня училка по истории выгнала из класса, рассказывая про блокаду Петербурга, а я параграф этот прочитал, я знаю, а она как бы это рассказывает. Я сидел в тот момент, смотрел в окно, я ни с кем не разговаривал, я не баловался, ничего. Все, что она говорила, я, в принципе, слушал, и я уже знал, потому что она, что она рассказывает, потому что это с учебником, мы с ней один учебник читали. Она меня выгнала из класса с формулировкой, как так, там, типа, люди погибали, а ты смотришь в окно, ворон считаешь. Я, кстати, действительно ворон считал на этот момент, вот прям, действительно, есть, типа, выражение «вы считаете ворон», да? Я реально читал, ну, ни ваше, ни суть. И я вот помню этот гимн на тетрадке, да, там, «Союз нерушимый, республик свободных, сплотила навеки Великая Русь», да, здравствует созданной волей народа великий Советский Союз. То есть это все прекрасно, стих прекрасно, но сама песня, как бы вот на гитаре ее там не сыграешь, в компанию будешь петь, зачем это все надо? Прививают патриотизм. Хорошо, я не против патриотизма, но патриотизм заключается в чем? Махать тряпкой какой-то разноцветной и петь песню, которую вам сказали, что вот эту песню вы должны любить, и вот эта песня вам должна нравиться? Я считаю, что если патриотизм, вы должны защищать как-то и любить свою территорию. Например, там, ну, самая простая защита, там, не мусорить на своей территории, пытаться эту территорию сделать как-то лучше для себя и для окружающих, чтобы комфортно в ней было жить. Там, например, если что-то сломано, там, например, детская площадка сломана, то сказать, ну, давайте сегодня мы ее починим, чтобы завтра она была не сломана, покрасить, что-то опять убрать. То есть постоянно улучшать что-то, делать что-то более удобным, безопасным и как бы относиться хорошо к тому месту, где ты живешь, к тем людям, с которым ты рядом живешь. То есть любить это место и воспринимать это как свое. Вот это патриотизм. А махать тряпкой и петь песню, которую тебе сказали, я не понимаю, в чем смысл. Может быть, вы мне объясните? Я, вы мне не поймите неправильно. Раньше действительно флаги были нужны, когда, опять же, вот сейчас, например, смотрите, вот если взять исламское государство, которое запрещено в Российской Федерации, но, как Лебедев говорит, разрешено в Сирии, вот они, когда ездят на своих машинах, у них флаги, да, то есть они там обозначают, вот мы там к такой-то организации относимся или мы к такому-то государству относимся, то есть они сами себя определяют, в их случае понятно. Но если уже у государства давно устоявшиеся, границы нигде не двигаются, и все прекрасно все знают, карты все нарисованы, зачем нужны флаги? Причем флаги как-то, кто во что гараж, кто что нарисует. Вот, я там нарисую, кто-то рисует там, кто хочет красными делает, кто зелеными, кто белый, кто трехцветными. И раньше они действительно были нужны, у них есть какой-то смысл в этих флагах, но сейчас, вам не кажется, что флаги потеряли смысл? А мало того, еще к ним какое отношение там, вы попробуете, например, там флаг какой-то страны сжечь, вот, например, там, вот знаете, если жгут, например, американские флаги около посольств американских или консульств, и лица закрывают, знаете почему? Потому что идет видеофиксация, и потом те люди, которые жгли флаг, через месяц идут, обращаются за американской визой, чтобы сюда приехать. Поэтому они лица закрывают, чтобы не было видно, кто жег американский флаг, да? Но тем не менее, если вот вы, например, сжете американский флаг, то вам визу никогда, и вас, ну, как бы заснимут, вам визу никогда не дадут сюда, Да, то есть это будет считаться, что, ну, это вообще просто там нечто. Или, например, в России был случай, там, я, по-моему, даже показывал, как рабочие по незнанию взяли этот флаг, в него листья сгрузили, там, выкинули, да, они даже не знали, что это флаг, ну, их тоже привлекли, там, дело возбудили уголовное, вопрос за что, просто за кустки ткани сшитые, вот, вместе, вот, таким образом, люди идут сидеть в тюрьму, так что вот вы мне объясните, как, зачем нужны в данный момент флаги, вот, техническое их применение, смысл. И вообще, там, вот, например, в России вообще наверчено, ты, например, не можешь использовать флаг, потому что это государство символика, в Америке попроще, пошел в магазин, купил флаг, палку на дом, повесил, и все. В России ты это не можешь сделать, потому что госсимволика, ты не можешь, там, взять и у себя дома повесить этот флаг. Почему вот к этому такое трепетное отношение до сих пор, в чем смысл, и любите ли вы гимн своей страны, или, может быть, гимн другой страны вам нравится больше, и вы бы хотели, например, чтобы гимн поменялся, и был гимн, например, там, Монголии. Ну, может быть, вам, там, я не знаю, перкуссии больше нравятся, или вокальные данные из соседней страны вы бы хотели поменять, потому что, как бы, ну, как я это вижу, если мне одна песня надоела, которую я на репите слушаю, я потом ставлю другую. Почему, если вам гимн навязали, он должен быть столетиями один и тот же. Вот, проясните мне, пожалуйста, эту ситуацию. Продолжение следует...